Приветствую вас, друзья, в 22-м видео новогоднего календаря Yershoff Mix. Сегодня мы поговорим об использовании двойного моно- или дуал-моно-компрессора на дорожках оверхедов для выравнивания динамики различных компонентов ударной установки между собой. В Pro Tools практически любой плагин можно использовать в режиме мультимона. Давайте загрузим эраузер на дорожку оверхедов и попробуем настроить его обработки отдельно для левого и правого каналов. Для этого вместо режима мультиченел выбираем мультимона. Теперь у нас есть возможность отдельно редактировать левый и правый каналы. Пока они связаны, но позже мы отключим линковку. Послушаем дорожку оверхедов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подобная компрессия мне нравится. Но вы слышите, что иногда компрессор начинает срабатывать не совсем точно. Потому что сигнал левого или правого каналов начинают превалировать друг на другом. И при компрессии они начинают немного искажаться. Давайте отключим линковку и послушаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас ситуация намного лучше. Давайте еще раз послушаем в режиме связывания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так явно слышен неприятный пампинг. Давайте еще раз отключим линковку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двойная монокомпрессия позволяет более чутко реагировать на события, которые происходят отдельно в левом и в правом канале. Если какой-то крэш начинает слишком выпрыгивать в одном из каналов, другой канал при этом не будет компрессироваться в той же степени, что и канал с этим активным крэшем. В данном контексте это как раз то, что нам и нужно. Послушаем группу барабанов целиком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отключим компрессор на оверхедах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Послушайте внимательно крэш, который звучит в левом канале. До компрессии он слишком сильно выпрыгивал из динамиков, а после компрессии он все еще остается активным, но в то же время находится под контролем. Послушаем звучание крэша до обработки и после. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Намного более аккуратное звучание. Если ваше DAW не позволяет использовать плагины в режиме двойного моно, вы можете воспользоваться теми приборами, в которых эта функция уже встроена. Например, компрессор Cobalt от Акустика Аудио. Обратите внимание на то, что в Cobalt стереолинк находится в режиме OFF, то есть левый и правый каналы оказываются не связанными между собой. Тем не менее, я включил опцию Control Link, которая позволяет связать регуляторы левого и правого каналов. То есть я могу одновременно подстраивать параметры атаки, релиза, трешалд и так далее. Но при этом компрессор будет независимо реагировать на сигнал левого и правого каналов и, соответственно, обрабатывать их. Увеличим степень компрессии. Если нужно, мы можем выключить привязку Control Link и скорректировать параметры обработки независимо для левого и правого каналов. Сейчас мы компрессируем левый канал сильнее. Сейчас мы сильнее компрессируем правый канал. Довольно удобно, не так ли? При обработке оверхедов в режиме двойного моно я чаще всего использую либо Empirica Labs Erouser, либо Acoustica Audio Cobalt. Потому что, на мой взгляд, эти приборы максимально аккуратно работают с дорожками оверхедов, создавая наиболее сбалансированное и приятное на слух звучание после обработки. Если вы еще не пробовали использовать двойной монокомпрессор на стереодорожках оверхедов, обязательно попробуйте. Эта техника вас не разочарует. Большое спасибо за внимание. Увидимся завтра. Плывите к звуку. Субтитры создавал DimaTorzok